Здравствуйте! В эфире программа «Открытый диалог». И сегодня встреча с нашим гостем посвящена большому событию. Подмосковье в этом году исполняется 90 лет. Ни дня без песни, ни дня без музыки и ни одно большое событие в округе не проходит без этого исполнителя с кристальным голосом. Певец, руководитель Люберецкого театра «Опереты» Александр Чайка сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, Александр! Большое спасибо, что пришли сегодня к нам. Я хочу вас поблагодарить, что вы меня пригласили. Здравствуйте! Приветствую всех зрителей, которые будут смотреть эту программу. Спасибо, нам очень приятно. Александр, ну вы действительно завсегдатой всех мероприятий округа. Вы знаете все сценические площадки в округе, и вас они тоже хорошо знают. Надо сказать, что вот там, где есть концерт, обязательно есть место Александру Чайке. И это не случайно. Значит, организаторы вас приглашают. А раз приглашают, значит, понимают, что на вас публика пойдет, вы будете востребованы. Значит, публика вас любит. За что вас любят? Как вы для себя отвечаете на этот вопрос? Я думаю, вы, конечно, немножко преувеличиваете, что там все мероприятия. Конечно. Ну, как любому артисту, там, большому, маленькому, приятно, что как бы вы это замечаете, телевидение замечает, люди замечают, зрители. Мы же работаем для зрителя. Конечно, для меня первостепенной задачей остается выход к зрителю. Потому что мы живем от зрителя к зрителю. Вот так разбивается весь день, месяц, год, пятилетка, десятилетка и так далее. Для меня люберцы как бы открыли, а точнее, наверное, Ирина Григорьевна Назарева открыла меня люберцам. Совершенно случайно я благодарен этой женщине, то, что она поддерживала мои начинания в области культуры. Она курировала культуры одно время. И мне крупно повезло. Я всегда везде всем говорю, что мне крупно повезло. Везение вообще не случайная штука. Это определенная наработка. Я предан городу, я никуда не стремлюсь дальше. Кстати, а почему вы никуда не стремитесь дальше? Я не люблю, когда мне задают вопрос, почему с таким узнаваемым тэбром голоса, с диапазоном вы сидите здесь. А кто будет сидеть, если не мы? Ну, слушайте, никто же не мешает и сидеть здесь, и в то же время выходить куда-то вовне. В области, приглашают в области, Красногорск, какие-то праздники, Главное управление ЗАГС, я с ними дружу. Вот Елена Эрнстовна Филатова, которая мне в прошлом году орден Сергея Радонежского вручила, от губернатора. Я очень доволен, что заметили мои благотворительные дела в области культуры. А я очень люблю петь там, где никто не пел. В роддоме, например. В онкологическом центре. Может быть, именно поэтому публика вас любит? Не знаю. Вы все-таки для себя отвечаете на этот вопрос? Нет. Ну, вы же, когда идете к зрителю, какое-то сообщение ему несете, да? Вот если у меня три с половиной минуты длится песня, да? Три с половиной минуты. Что можно артисту сделать в три минуты? Полминуты он только будет привыкать к публике. Ну, остальные уже как раскроются, да? Если есть подтанцовка, значит, подтанцовка она раскроется. Нет, нет. Я как бы от нее не завишу, от подтанцовки. Иногда даже за полчаса узнаю, что у меня есть подтанцовка. Стараюсь им не мешать, а они мне. Аплодисменты, наверное, они... Кто ощутил, как Лариса Александровна говорит, с детства? Лариса Александровна Долина, правильно? С табуретки аплодисменты, которому хоть раз подарили букет ландышей, простые прохожие. Тут она никогда уже не забыта, это будет где-то в голове. Тебе постоянно напоминают, что нужно выходить, нужно делать всплеск. Мы питаемся этим. Я зрителем, зрителем иной. И я очень рад, что мы понимаем друг друга. На большой ли площадке, на маленькой ли. В общем, любовь, она, конечно, есть. А вообще, артист сам себя должен любить? Ну, сейчас... Артист мужчина и артист женщина я разделяю. Потому что у женщины это еще и хозяйство, дом. Я себе повезло. Родить ребенка, ухаживать за хозяйством, иметь дом. Сценическая карьера и... Мужчине сложнее в том плане, что он мужчина. Все-таки генетика немножко другая. И, например, я прошел, в общем, через много что здесь в Люберцах. Вот, потому что... Почему я не могу, например, выглядеть как Филипп Киркоров, да? Имею право, могу. Почему я пою песни Баскова? Могу исполнить? У меня позволяет диапазон? Позволяет. У меня много нападок было. Вы думаете, у меня все гладко? Я прекрасно понимаю, что... Мужчине вообще сложнее быть в этой сфере. Потому что оперета, я проработал 14 лет в Государственном театре оперета краснодарском. И оно дало... У меня все закругленное. У меня нет углов. Я не люблю здания с углами, комнаты с углами, растения, чтобы они были без всяких остриев. То есть театр, театр у меня, он как бы заложил вот этот фундамент. Все должно быть рюшевато, красиво, закругленно, изящно. Видите, вот эти вот круглые формы. Ну хорошо, вот вы сейчас сказали про Краснодар, про Краснодарский край, откуда, в общем-то, вы родом. В свое время вы приехали в Москву, потом приехали в Люберцы и начали здесь развиваться. Каких вообще масштабов были ваши цели, когда вы выбирались из своего региона сюда? Я случайно запел эстраду, потому что все-таки музыкальное училище при консерватории дает немножко свои оттенки на академизм и на театр. Там свои рамки. В каждом виде искусствах у художников современных или прошлых столетий есть свои рамки. Так и в искусстве они есть. Многие просто сейчас не соблюдают это за то, что я ругаю всегда. Учеников у меня их немного, но они есть. Вот я люблю немножко рамочность. То есть чтобы чуть не выходили. Если положено звуковедение вот такое, значит, оно должно быть такое. Если положено окончанию тьм, быть сказанным. Мы же по-русски поем часто, то оно должно быть сказано. Ни в коем случае не съедать. Вот это вот, когда человек съедает, все комкает и креативит в том, где не нужно креатив, меня вызывает бурю негодований, конечно. А индивидуальность здесь не убивается вот в таких моментах? Естественно, одно дело, когда ты доучишься окончания. Можно деградировать, работая во Дворце культуры, можно деградировать, если ты не занимаешься. То есть пришел, посидел, нет ничего, ушел, нет целей. А еще же театр. Так вот с какими целями вы сюда ехали? Что это было? После «Золотой маски» я остался просто себя попробовать. Но вы не просто так остались. Вы все-таки... Я проработал с Дорохиным, с Варапаевым, с Варапаевой пайтессой. Все напомню, это Женя Белоусова и Роксанова Баяна, здравствующая. Да. Вот они для меня три года старались что-то сделать. А вы сами чего хотели? Вы сами чего ожидали от этого? От этого переезда? Во-первых, я приехал уже в 30 лет. Типа лет. Уже такой возраст. Все осознанно. Да. И семью перетащил сюда. Конечно. Я поучаствовал в конкурсе «Кристальный голос» с Шавриной Екатериной. За что она... Не знаю почему, но она у меня решила дать первую премию «Кристальный голос». Хотя я песню выбрал, сейчас бы сказали, нафталиновую, «Можукова, красная стрела». Но там есть подтекст в песне. Она не серая совершенно. Я люблю поднимать то, что забыто. Они оценили, жюри оценило это. А потом мне всегда хотелось поучаствовать в «Песне года». Какой солдат мне мечтает быть генералом? Естественно. Это внутри артиста живет у каждого. Если кто-то погибает, все. Александр, но у вас же была какая-то стратегия, как покорять столичный регион, когда вы сюда ехали? Мыслей, как покорять, не было, потому что играет... В 30 лет у вас не было понимания этого? Хотение выступать, петь свои песни, которые будут тебе писать. Я по клубам-то проехался, по многим, которые были знамениты в то время. Прошлись по клубам-то, да? Да, конечно. Вот я окунулся, иногда било по голове. Я же с Кубани. Там открытые люди. Я не москвич. Хорошо. И вы до сих пор себя называете открытым человеком? Да, конечно. Вас пока вот это... И до сих пор я получаю... А при ухе? Конечно. Больно? Этого почти никто не видит, но с возрастом отдают отпечаток. А вы как себя чувствуете? Там глаза выдают. Обычно шуты, они все с грустными глазами. Замечали когда-нибудь? Да. Ну вот. То есть без боли все равно не обходится? Нет, конечно. Броню не нарастили? Но у вас все-таки нет вот этого стремления перейти на федеральный уровень вообще никак, да? Даже если вам поступит какое-то предложение, возможно, уже поступало. Я не хочу омрачать, конечно, передачу тем, что сейчас культура находится на таком... Не омрачай. ...шатковалка. Все это вот то ли старое, то ли новое. Если мы не бережем прошлое, то с чего начинать сегодня? А как в театре? Например, декорации те же. Если мы не сохраним декорации с прошлого года, в этом году чем мы будем удивлять людей? Что мы будем обновлять? Мы будем обновлять старые декорации под новый лад? Если мы не сохранили вазу, чем сегодня? А завтра что? Смотрите, я поняла. То есть у вас такая роль хранителя вот того старых традиций. Вот так я бы назвал, да. Слушайте. Ну и именно поэтому оттуда идут вот это вот исполнение каких-то тех песен тех лет. Кавер-версии очень много, да? То есть именно поэтому вы исполняете не свои песни, да? Не кто-то вам пишет. Ну, этого много и в вашей работе тоже. У меня есть записи, которые я делал и здесь, в институтах музыки, в училищах музыкальных. В этом сходу. Вот композитор только состряпал, быстро свежие, с печки. Я тут ее пою. Да. Но нет такой, чтобы композитор... Если он, например, я пишу как Мартынов. Разможешь так сказать? Я не могу сказать, что я пою как Басков. Может, я никогда не достану его уровня. Может, где-то я хуже даже спою. Может, лучше по-своему. Но нельзя так сказать, что я пишу как Мартынов. Ну, я там попил его песни и понял, что, конечно, до Мартынова это очень далеко. И даже выжимал все, что можно выжать из этого произведения малоформатного. Поэтому я к шансону отношусь немножко. Но вы еще не нашли просто своего автора. Да. Получается так, да? Поверхностно не люблю песни. Я ей не показал три минуты себя. Как я тогда... А что я зрителям сказал? Ну, хорошо. За счет какой песни вы можете показать себя в течение трех минут? Чтобы она была диапазонистая, понимаете? Хорошо. Диапазон есть. Вы считаете, что обязательно в песне должен быть этот диапазон, где можно показать все свои технические возможности? А нельзя в какой-то там небольшой вообще вот там в трех-четырех нотках вот пропеть вот очень легко, просто и в то же время себя... Особенно, когда две песни дают петь в программе. Да. Одну можно легкую, одну обязательно, чтобы люди поняли, что это поешь ты. Обязательно, вот с этой вот кульминацией, да, там, со всеми... Конечно. Хочется. Просто этого хочется. Пока звучит, надо. Скажите, вот вы награждены большим количеством грамот, благодарности тоже. Да. В общем-то, для вас, как для артиста, это важно? Вам это нужно? В какой-то период становления я даже не ожидал, что меня будут награждать где-то. Бывает же, не знаешь. Вот. Было как-то нужно. Ага. А потом, прошло 10 лет, я понял, что мне это не нужно. И главное, что важнее всего погода на работе и дома. И в душе. Да. Все, оно не нужно. Оно никуда не пригодится. Вспомнит ли кто-нибудь меня после? Не знаю. Спасибо за эту хорошую формулу. Важнее всего погода в доме, в душе, на работе. Дорогие друзья, сейчас мы прервемся на рекламу, а далее вернемся в студию и продолжим открытый диалог. У нас в гостях Александр Чайка. Оставайтесь с нами. Продолжаем открытый диалог и продолжаем беседовать. Сегодняшним гостем у нас в гостях певец, руководитель Люберецкого театра Оперетта Александр Чайка. Александр, вы же учились у Ларисы Александровны Долиной, насколько я поняла. Это правда, у меня с ней есть пересечения небольшие в жизни. Да. Вот вы помните, когда она впервые вас услышала как своего ученика? Что это было за... Я ее ошарашил, что я ее ученик. Она пошла в роль завкафедры. Да. И мы на третьи сутки, я снялся в передаче «Модный приговор» на Первом канале со своими артистами музыкального театра своего. И вместо «Бабкиной» так получилось с течением обстоятельств, что была Лариса Александровна, и тут у нас же микрофончики висели, а все... я общаюсь с ней в промежутках между... там реклама та же. Да. Вот, я говорю, я же ваш ученик. А потом через неделю экзамен первый. И вот там уже она вас услышала. Да. Что это была за песня, которую она услышала от вас? Там вообще из семи песен была программа. Да, вот первая какая-то. Но я начал, конечно, с романцевого такого... Так. Есть такой романс эстрадный. Да. «Роза красная моя». Я... это мой первый был, когда она вот начала смотреть моё кантиленовое пение, как бы. Да. И вот как вы считаете, вы идеально выступили на тот момент? Я очень переживал внутри. Конечно, у меня процентов 20 съело вот это вот переживание. Конечно. И тем более я знаю, что я был четвёртым, в первую десятку попал. Хотя фамилия у меня на «Че», я мог бы и последним пойти. Да как мужчин мало, певцов, у нас чередует так, чтобы... Да, да. Женщина-мужина. Вот. И услышать даже замечание столь великого человека, как Лариса Долина, наверное, дорогого стоит. Если кто-то получал тройку, она говорит, считайте, что я вам послал опять с минусом. Да вы что? Я получил четвёрку, она, ну, это вообще для меня. А вы оперето же вроде поёте. Вы же на передаче были как опереточный артист. Я говорю, да. А как вас, как вы зачесались на эстрадное? Началось перетягивание куда? Она поняла потом, что судя по тому, что я работаю всё-таки больше в классическом репертуаре, вот не было больше проблем с тем, что я больше классик, чем попсовик. Чем же эстрадное, в общем-то, исполнение. Вы на сегодняшний день как бы исполнили перед ней эту песню «Роза красная»? Вот можете продемонстрировать? Я бы чуть легче её исполнил. Чуть легче? Ну, давайте тогда чуть легче сейчас для наших зрителей. Ну, с припева, да, начнем? Как вам удобно. Можете с припевом? Хорошо. Как получится. Роза красная моя, сердце часто бьётся, лепестков твоих дурман надо мною вьётся. «Роза красная моя, привыкаю к боли, навсегда к тебе шипы, сердце моё прикололи». Спасибо большое. Я больше с нюансами её спел, чем раньше. Спасибо. То есть добавили бы уже нюансы. Да, да. Она любит нюансированное пение. Что меня поразило, хотя она сама, конечно, начинала. «И нам ещё любой в доно, чтоб целый мир с собой…» Понятно, советская технология подачи звука. Да, да. Вот посмотрите, проведите параллели. Ведь те артисты, которые прошли вот эту школу, они до сих пор в форме. Угу. Да, кстати. Посмотрите. Они действительно в форме. И большее число дисков, и большее число нот, и они занесены в антологию советской песни, и т.д., и т.п. Вот почему я этого придерживаюсь. Александр, вот насчёт опереты. Я поняла, что вы авантюрист. Просто вот по-настоящему авантюрист. Стать руководителем Люберецкой опереты – это авантюра чистой воды. Ну, согласитесь. Когда Люберцы и рядышком Москва, и здесь такое разнообразие московских музыкальных театров, и вот молодой парень, значит, он соглашается, да, руководить... Охота пущей неволи, знаете такую пословицу? Вот у меня, оказывается, она и была. Вот оно что. Но откуда эта смелость? Во-первых, в городе нет театров. Ну и что, что в городе нет театров? А вы были уверены, что вы выдержите эту конкуренцию с Москвой? А мне не нужна была конкуренция. Во-первых, я поработал с прославленными. Прежде чем здесь что-то начинать, я поработал с актерами, поездил с ними на гастроли, которых уже, к сожалению, нет. Это Татьяна Ивановна Шмыга, народная артистка СССР. Вообще-то единственный человек, наверное, в оперете, получил такое высокое звание. И Лилия Марфи, примадонна московская оперета, тоже ее, к сожалению, уже нет. Это мои учителя. У меня много даже минусовок, с которыми я работаю. И на оркестрово, которые не достать с огнем днем. Вот, и я подумал, так, стоп, почему Сильва, королева Чарлиша, Кальмана, не может быть в Люберцах? Сцена позволяет? Значит, может быть. Почему Морица не может быть, Мистер Икс? Да. Фиал Каман Марфи. А почему весь Кальман вообще не может быть? Я связался сразу, зарегистрировал спектакли. Я в год делал трехгодичные шаги. Год за три. Вот почему я в первую пятилетку. Просто рванули. И мне, конечно, опять же, зеленый свет включила Ирина Геннадьевна. Она мне помогала, ну, разными, и финансово. Где-то нужно платье пошить, пожалуйста, декорации, баннеры, там, перетяжки, лозунги, транспаранты, флаги. Все. То есть за пять лет я выполнил десятилетнюю программу. Ну, барьеры же у вас какие-то были? Что-то преодолевали? Да, есть, а тогда зачем человек живет, если не преодолевать трудности, да? Ну, корабли-то тоже есть волны, барьеры. Они же, в основном, вперед груз доставляют. Как вам это помогло? Оно закаляет меня. И сейчас, хотя я очень ранимый, как все мужчины-артисты, это немножко... Я умею гвозди забивать, конечно, и сверлить дырки в стенах. У меня много горшков, которые я сам вешаю, да, цветов, ничего не отвалилось пока. Вот, это помогает быть, немножечко опускаться в мир сегодняшних реалий. А я его очень не люблю. Очень. Слушайте, но вот если бы у вас вот на сегодняшний ваш жизненный опыт поступило предложение, давай будешь руководить и развивать люберетскую оперетту. Особенно, если бы отдельное здание было. Маленький оркестрик. Ведь так хорошо людям, семьями. То есть вы бы согласились? Ну, конечно. Я бы притянулся на и краснодарских артистов, и московских. А что вам сейчас мешает тогда их перетянуть? Понимаете, у нас же договорная система. Мне хочется его удержать, если бы я понимаю, что человек, на него пойдут зрители. Понимаете, Примадонна. В театре должна быть Примадонна. Чтоб она зашла из Японии. Ага. Вот это да. Такая маленькая скала. Вот так. Я театральный, конечно, человек. Да, вы человек театрального мира. То есть у вас ни разу не возникало такого желания отказаться от этой должности? Возникало. Возникало. В этом году у меня возникло такое желание, когда мы ставили Милютина, советскую классику, времен Татьяны Ивановны Шмыги, той же, Девичий переполох. Я переломал себя, как только мог. Во-первых, я более такой, как вам сказать, венский оперет. Да, да. Герой. А тут советская оперета, такая разбитная, эх, дайте бабе сапоги, сапоги, пойдет баба в три ноги. Там терцеты, дуэты. Да, это уже другой характер. Другой характер совершенно. Другие декорации, плетенки, все эти подсолнухи. Директор наш, Филонов Николай Александрович, нашего дворца, вложил, конечно, душу, наверное, сердце в этот спектакль. Мы его три года и так, и так собирали по крупицам, собрали. Я переступил через себя раза три, наверное. Думаю, брошу, все, мне тяжело все это собирать, самому клеить афиши с ребятами ночью. У нас же совершенно город не приспособлен для оповещения. Посмотрите. Да вы что? Ну, конечно. Вы самостоятельный этот мужик. Вы руководитель тела. Клея. Если мороз, то прям не успеваешь прилепить, оно уже застывает. И в мороз. И так вот на протяжении 15 лет я делаю. Это может надоесть любому. Слушайте. И меня сломило это на какой-то период жизненный. Да, конечно. У меня есть свои трагедии душевные. Потому что я борюсь с вновь приходящими работниками в культуру. Я им доказываю, что я есть. И вы уже пришли, когда я есть. Я не позволю. А кто это вновь приходящие? Они как характеризуются? Ну, а же сейчас модно себя позвонить режиссер. Так. Вот поставил там сборную солянку. Маша выходит слева, Саша справа, Петя посередине, подтанцовка сбоку. Режиссер. А, ну ясно. Ясно. Я начинаю тогда это. Я не склоняю голову. Меня наклонить, как у любого кубанского казака. У меня все деды казаки. Я буду кланяться? Нет. Вот это мне, конечно, может быть, и где-то дает какой-то сбой, осколок. Но я себя уже не переделаю. И даже не буду пытаться. Да, и не хочется. Можно сказать, что управленческая ваша работа, она мешает вам как артисту? Нет. У меня мало документации. Только вот пьесы. Конечно, сейчас журналами нагрузили. Я должен детище организовать. То есть у меня ходят дети, там, пару человек, да? В Кореневский музыкальный центр и сюда. Вот. Понятно, что из 10 детей один будет петь. Я не могу набирать всех подряд. И не могу говорить человеку, который без слуха, а он у вас запоет, чтобы выжить с него деньги. Не могу. Александр, что вам больше всего нравится? Получать цветы от зрителей или выращивать растения самому? Разводить. Вы знаете, как в этом. Вчера на концерте Валерия Леонтьева закидали с ног до головы цветами в горшках. Это ваша история? Нет, вот цветы в горшках, я когда выступаю, там у меня шефские концерты есть по библиотекам, например. Там, Есенинка или Бригантина, наши знаменитые библиотеки округа. А мне дарят цветы в горшках. Они знают, что я люблю их доращивать, переращивать, теренковать. Представляете, насколько ваш зритель уже вас знает. И мне приятно, что я их сохраняю, там, довожу, да. Я даже погибающие растения, бывает, покупаю. Но вы же высаживаете цветы еще, насколько мне известно, рядом со своим квартирным, многоэтажным домом. Я доказал своей, так сказать, кто там аграриями занимается, что я не порчу ландшафтный дизайн. Даже кустом кабачка. Даже кустом. Они согласились? Ну, конечно, потому что дети фотографируют. Так кабачок растет, мам. Да, Миша, так растет кабачок. Это у него такой цветок? Да, у него такой большой желтый цветок. То есть вандализма какого-то там, воровства, вот этого всего? Есть в двери, мне в двери вставляют записки, что выращивайте свои экзотические растения у себя на балконе. Да, вы что? Да, иногда я погрущу полдня. Я иногда привожу с Кубани семена там всяких разных экзотических растений, однолетних. Пытаюсь их здесь вот приспособить к этому климату сложному. У нас же земли рискованного земледелия, Подмосковья. Так. То есть можно не получить никакого урожая, а можно и получить. Это прям... В открытым небом выращивать сложно в Москве что-то. Но можно любовь. С любовью, да? Вот как раз как вы выходите на сцену. Любовь, конечно. Как Пугачева поет. Спасибо, любовь. Вот это дар божий. Александр, какую высоту вы сейчас хотели бы взять в своей работе? Певца, управленца. Честно? Растений вода, да. Вы знаете, я уже раз за три увольнялся с работы. У меня есть такой бздык. Я могу написать заявление тут же об уходе. Мне становится немножко легче, что я отдохну дома неделю, а потом думаю, а как ребята мои? А как же музыка? А микрофон мой любимый? Аплодисменты. Может, в другом городе мне может уехать? То есть я тоже борюсь. Особенно, когда уже за 40 человеку начинает все... Где-то я считаю, что я не состоялся. А многие мне... Многие приходящие помогают в том, что я прав, да, что я не состоялся. Я начинаю думать, как это отметать надо неправильно. То есть я борюсь, как все нормальные люди. Внутри меня тоже идет какая-то... То есть просто каждодневная борьба. Да. Правда? Александр, спасибо большое. Мы вынуждены заканчивать. Друзья, это была программа «Открытый диалог». И сегодня у нас в гостях был певец и руководитель Люберецкого театра «Оперет». Александр Чайка, спасибо, что были с нами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова